К другим новостям. В Наринмаре на базе комплексного центра социального обслуживания населения заработал временный пункт по приему граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Отчасти это альтернатива так называемым вытрезвителям. Напомню, учреждения для тех, кто перебрал с горячительным, в России массово закрыли еще 7 лет назад. С тех пор по выпивших людей рекомендовано доставлять в больницы. Однако там пьяные пациенты часто дебоширят и мешают медикам выполнять основную работу. Тему продолжит Олег Итанзейский. На первый взгляд может показаться, что это стандартный номер бюджетного хостела. Вполне комфортные койки, мягкие матрасы, индивидуальное постельное белье. Что еще нужно для спокойного сна после бурного вечера? Именно такие условия здесь предлагают тем, кто перебрал с алкоголем. Важный момент доставлять в отделение. Граждан будут исключительно на добровольной основе, то есть по их собственному желанию. Например, если жена не пускает домой, а спать очень хочется. При этом услуга абсолютно бесплатная. Мы принимаем документы соответственно, там сополняются акты. Документ принимается медицинского освидетельствования, что у него нет противопоказаний находиться здесь у нас в отделении. Ну и соответственно принимаем его вещи. У нас есть специальный каждый, для каждого гражданина будет ящик. И располагается в комнате. Ну у нас это не имеет отрезвитель, да, у нас здесь нет медицинского персонала. Поэтому, ну в целях, наверное, чтобы меньше было правонарушений у нас в городе, то, наверное, все-таки это отделение для округа тоже немаловажно. Перед тем, как сюда попасть, нетрезвого гражданина обязательно отвезут на медицинское освидетельствование. Клиент не должен иметь противопоказаний. Во временном пункте две отдельные комнаты, мужская и женская. В совокупности пять койкомес. Конечно, немного, впрочем, со временем их количество могут увеличить. Условия, значит, ну, человеческие, будем так говорить, в нашем отделении. И койка места, ну и обширная комната. Туалеты хорошего тоже, условий. Кстати, именно здесь долгие годы располагался Наринмарский медвотрезвитель. Его, как и все остальные в нашей стране, закрыли в 2011-м. Трезваки, чистилища, казенные гостиницы. Как их только они называли постояльцем. Тогда предполагалось, учреждения просто выведут из системы МВД. Передадут Минздраву либо муниципалитетам. Однако заниматься данной категорией граждан так никто и не захотел. Да беда в том, что пьяному, как говорят, море по колено. А некоторым из них просто необходимо показать всю свою скотскую сущность. В итоге любители крепких напитков стали доставлять в приемные отделения ближайших больниц. Такая инициатива врачей не обрадовала. Нетрезвые граждане часто дебоширят и мешают другим пациентам. Кадры сделаны в Мурманской области. Чтобы успокоить очередного клиента, полицейским и медикам понадобилось больше часа. Иди отсюда! Покосим. Вот, создай милиции. Что ты делаешь еще? Покосим. Сюда не думал, что ли я. Посиди, посиди. Не нас давай. Алкоголизм – это социально значимое заболевание. И здесь надо различать алкогольное отравление, которое требует оказания неотложной помощи вплоть до нахождения пациента в реанимационном отделении. И алкоголизм как социальная составляющая. То есть просто больным надо отоспаться. Которым надо отоспаться – это социальная, еще раз повторяю, это социальная составляющая. Это не медицинская составляющая. Для медицинских работников данная категория пациентов составляла определенные неудобства. Она составляла неудобства и для других пациентов. Новость о том, что в России могут вернуть вытрезвители, появилась еще три года назад. Теперь все к этому идет. Вот цифры официальной статистики. В состоянии алкогольного опьянения совершается до 32% всех правонарушений. Закрытие вытрезветили как раз и привело к тому, что в этой печальной статистике преобладают преступления, совершенные на бытовой почве. А ведь что может быть проще? Пьяному стоит всего лишь как следует проспаться, чтобы с утра проснуться совсем другим человеком. Держите ручку. Вот здесь вот попить. Что касается Ненецкого округа, то в региональном управлении МВД заявили, количество преступлений, совершенных лицами в нетрезвом виде, также неуклонно растет. Только за 8 месяцев текущего года почти 200 случаев. Временный пункт создан с целью предоставления гражданам временного приюта до вытрезвления. Прием граждан будет осуществляться на добровольной основе по результатам медицинского освидетельствования и установления алкогольного опьянения, а также при отсутствии противопоказаний госпитализации. Временный пункт по приему граждан будет работать круглосуточно. В каждой комнате установлена видеокамера. За порядком следит и дежурный. А значит клиентам отделения придется вести себя максимально тихо. Пришел, выспался, можно и домой. Олег Итанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.